Слава Мерлоу Артиста из Киева, который отсылается к стилистике 90-х. Кровь, убийство и качественный олдскул. Все это в себе совмещает клип Андрея Простого на песню «Фокусы». Это захватывающий видеоряд, подкрепленный интересными рифмами о жизни. Смотрите на ютюбе по ссылке в описании. Ну а мы начинаем. Поехали! Музыка. Тут, как нам кажется, будет очень много экспериментов. Даже по снипетам Славы слышно, что ни один трек не похож на другой. Они все рассчитаны как будто бы на то, чтобы максимально отличаться друг от друга. Где-то можно услышать, например, мотивы хаоса. Я ленивый каждый день, я ленивый, 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 я ленивый. А где-то и уже привычное нам трэповое звучание. Смотрел ты, тебе рассказали, что это неправда. Есть там даже минус, который подозрительно походит на пассейси от Моргенштерна. Мы броня... Поскольку Слава Мерлоу это все-таки в большей степени музыкант, нужно ожидать, что музыка на альбоме будет очень качественная и продуманная. Плюсом к этому видно, что Слава Мерлоу надеется на повторение успеха трека «Снова я напиваюсь», что вполне обоснованно и логично. Мы имеем в виду, что он показывает огромное количество треков с целью, чтобы хотя бы один из них завирусился в ТикТоке или еще где-нибудь до официального релиза. Мы еще раз скажем об этом, когда будем говорить с вами про тексты. Музыку Слава делает специально заедающую, чтобы под нее можно было снять огромное количество клипов в самые известные социальные сети Триллер и ТикТок. Ведь у него уже есть опыт, когда сниппет трека делал сам трек хитом до официального релиза. Можно вспомнить хотя бы сниппет к треку «Кадиллак». Первый же сниппет «Кадиллака» под бит Славы произвел в сети эффект разорвавшейся бомбы. Поклонники обоих исполнителей затопили паблики вопросами о точной дате выхода. Однако с выпуском студийки ребята явно не спешили. Фактически весь майни от одного ни от другого рэпера новом хите не было никаких вестей, если не считать провокационные посты в паблике Алишера. Примерно за неделю до релиза неизвестные слили трек в Телеграм, а после он распространился и в других социальных сетях. Мнения публики по поводу очередной утечки разделились. Одни выражали хакерам благодарность за то, что они наказали таким образом МС, слишком затянувших с выпуском трека. Другие осуждали их поступок за неуважение к творчеству музыкантов. Хейтеры ЛДжей и Моргенштерна ликовали, предрекая в премьере полный провал ввиду низкой активности подписчиков, получивших возможность преждевременно ознакомиться с новинкой. Однако все пошло совсем не так, как они предполагали. И трек стал одним из самых главных хитов Алишера того периода. Потом, по точно такой же стратегии, свет увидел трек Ice, который взорвал похлеще Кадиллака. Ключевым в этих историях можно назвать преждевременные сливы рабо. Кстати, с будущим альбомом Славы Мерл сегодня можно наблюдать то же самое. Тексты. Все помнят, насколько личным оказался предыдущий альбом Славы под названием Артём. Тогда он, конечно, излил все свои переживания в текстах треков, чем и привлёк многих к тому дропу. Но были там и откровенно весёлые треки, например, тот же Быстро с Алишером. Но на снипетах чаще всего мы слышим очень грустные строчки. В первую очередь, конечно, относящиеся к женскому полу. Ты так даже симпатичнее. Ты горишь, как огонь. У меня огонь. Это любовь или это пара... Это один из самых завирусившихся кусков. Есть и другой. Скорее всего, последний трек повторит судьбу песни «Снова я напиваюсь». Они, в общем-то, даже чем-то похожи в смысловом плане. Да, тексты снова будут рассказывать нам про неразделённую любовь, которая также является довольно популярной темой, что и помогает толкать треки вверх в чартах. Слава специально использует такие словосочетания и выражения, которые легко могут сподвигнуть народ бежать снимать тиктоки и сторис в инстаграм. Что, конечно, очень грамотный маркетинговый ход. Думаем, на будущем альбоме будет так же мало треков, как и на релизе «Артём». Это значит, что каждый будет претендовать на звание хита. Если продолжить саму тему любви, то тут, конечно, не совсем ясно, по кому так давно убивается Слава. Хотя пост-иронии на этом поприще достаточно. Можно вспомнить хотя бы парный поход Славы и Алишера на передачу «Давай поженимся», где телеведущий выбирали в музыканту девушку. Выбрал он ровно ту даму, которую вы только что видели на экране, однако не стал продолжать общение с девушкой из Японии. Сама девушка сказала, что сейчас остаётся свободной от отношений. По её словам, она хотела бы общаться с Мерлоу и узнать его получше. Видимо, сегодня отношения Славе не очень нужны. Он много и продуктивно работает. Но шутки шутками, а серьёзная тема отношений была задета Славой и на прошлом альбоме. Мы, конечно, говорим про трек «По глазам». Дело в том, что это была очень личная композиция. Артист написал её под впечатлением от пережитого горя. Учаясь в средней школе, он потерял одноклассницу, которая испытывала романтические чувства. Во время автомобильной аварии 11-летняя девочка сгорела заживо в салоне. Цитата. «Я шёл из музыкальной школы. Помню, как мне позвонила мама. Она сказала, что Даша в больнице. Она тогда так плакала. Уже потом выяснилось, что Даша умерла на месте. Но мама не хотела меня травмировать, поэтому сказала про больницу. Мне почему-то казалось, что я нормально справился с этим испытанием. Но мама говорит, что это не так. Она уверена, что я был разбит», признавался артист. Возможно, мы услышим нечто более личное на новом релизе. Однако не стоит забывать, что Слава делает и довольно весёлые треки. Вот, например, также завирусившаяся песня, которая, скорее всего, выйдет под названием «Ленивый». Ну и мы не можем не отметить сниппет, где в каких-то местах Слава даже копирует флоу Биг Бэйби Тейпа. Кстати, среди сниппетов Славы, которые гуляют по сети, можно услышать трек, где упоминается автомобиль Камри 3.5. Вообще, эта машина стала популярна в ТикТоке из-за парня, который снимал ролики вот под этот трек. Его зовут Анкл Флекс. Не знаем, совпадение это или нет, но в сниппетах Славы эта машина также упоминается в потенциально вирусном припеве. Если вы знаете, как связаны два этих трека, напишите в комментариях, будет интересно почитать. Судя по сливам на фите, в этом треке будет Моторола Шеф, которого по каким-то причинам на альбоме Артём не было. Здесь было бы логично поговорить о возможных совместках. Фиты. Думаем, всем очевидно, что в первую очередь в качестве гостя стоит ожидать Моргенштерна, который сотрудничает со Славой уже давно. Они доказали, что их совместная работа – это практически всегда хиты, даже если Слава просто пишет бит для трека Алишера. И их совместный трек быстро висел в топах чартов очень долго. К тому же ребятам в кайф работать вместе. Они даже альбом Владу Бумаги написали вдвоем. Этот релиз, кстати, тоже стал очень популярным, а трек Kids закономерно разорвал ТикТок. Кстати, не исключено, что если Влад А4 продолжит заниматься рэпом, то мы сможем услышать их совместных со Славой трек. В качестве битмейкера Слава работал не один раз с Рахимом, слухи о фите, с которым уже давно гуляют по сети. Более того, на фите будет еще и Эльдар Джарахов, которому не так давно Слава ходил на подкаст. А вот и видео из студии Трэп Дома, где, судя по всему, и был записан этот трек. Из новых игроков Слава респектовал многим. Не факт, конечно, что у него получится сделать фиты с ребятами из Melon Music, и, например, Сода и Лав. Но было бы очень круто, если бы это когда-нибудь произошло. Я пока не понял, просто. Я не шарю за моё. Делаешь вид, что шаришь за моё. Я не понял. Я не понял. Но я рад, что появляются новые исполнители. Мне больше понравился из новых Сода и Лав. Я могу объяснить, почему. Потому что он великолепно играет голосом. В том же подкасте Слава кинул респект еще и благо Вайт. Ну а на повторение фита с Эльджеем на новом альбоме почти ничего не указывает. А как вам кажется, каким будет новый альбом Славы? Пишите своё мнение в комментарии, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok